Съемочная площадка идеальное место для служебного романа. Особенно если снимают сериал. Актеры сутками сидят в павильонах. На романтические свидания и прогулки под луной у них просто не хватает времени. Неудивительно, что актеры устраивают свою личную жизнь прямо в рабочее время. Не родись красиво, возникло несколько пар. Антипенко Такшина, Семакин Машкова. По крайней мере две супружеские пары возникли. Если бы у меня удача в каком-то смысле хоть как-то посодействовала. Хотя, еще раз повторяю, между этими персонажами никогда не было никаких любовных историй. Ты так и собираешься сидеть. И ждать, пока твой Жданов будет заново очаровывать Пушкареву. Когда Юлия Такшина и Григорий Антипенко встретились на съемках сериала «Не родись красивой», они и подумать не могли, что между ними может быть роман. Я даже очень смутно помню момент знакомства. Потому что в этот день мы снимали массовую сцену, где принимали участие очень много актеров. И нас знакомили буквально. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Царь, царь, царь. Вот примерно так. Гриша, в отличие от всех, мне показался очень каким-то заносчивым. Каким-то таким высокомерным даже, может быть. Поэтому, ну, как-то общаться с ним не очень хотелось. Григорий и Юля друг друга не замечали. Юля была полностью поглощена работой. Это была ее первая роль в кино. Григорию тоже было не до романов. Он только что пережил болезненный развод. К тому же Юля ему не понравилась с первого взгляда. Он почему-то был уверен. Юлия Такшина мало чем отличается от своей героини Виктории Клочковой. Если такая красавица, то уж наверняка настоящая стерва. Григория, товарищи. Поначалу мы просто возненавидели друг дружку, потому что ее яркая природа достаточно... Ну, как знаете, у животных встречаются достаточно яркие особи с яркой окраской. означает определенное, так сказать, количество яда в организме, там, где-то там, в каких-то там местах. Ну, понимаю, как тебе сейчас непросто. Поэтому, ну, забыл слава. Хорошо. Они могли остаться просто коллегами, если бы не беда. Через три месяца после начала съемок у Григория умер отец. Но актер не мог надолго выключиться из съемочного процесса. Был связан контрактом с продюсерами. Григорий вышел на работу на следующий день после похорон. Играл веселого и беззаботного Андрея Жданова. На съемочной площадке он улыбался и шутил. А на душе скребли кошки. Я представляю себе, что это такое. И... С одной стороны, Гриша ни на секунду не прервал съемочный процесс. Ну, ни на секунду. Ну, то есть, как сказать? Ну, наверное, это была такая остановка, которую никто не заметил. Было... А как поможешь в этой ситуации? Никак. Что здесь? В конце концов, это те вещи, которые каждый, к сожалению, переживает сам. Поэтому нужно просто дождаться, пока это скорбь уйдет. Гриша нуждался в... Ну, не то, что в какой-то незаботе, я бы сказала, а в сочувствии. И... Ну, вот в хорошем, добром слове. У него тогда случилась трагедия в семье. И хотелось просто поддержать. И это возникло абсолютно искренне. Не потому, что надо, а просто вот хотелось быть рядом с этим человеком, помочь ему. Вот чем могу, вот тем я помогу. Юлия не собиралась быть для Григория жилеткой. Она его не жалела, не утешала. Все получилось как-то само собой. В перерыве между съемками они оказались за одним столиком в кафе. Вместо того, чтобы выражать Григорию свои соболезнования, Юлия стала рассказывать ему о своей кошке и о том, что занимается дайвингом. На следующем перерыве Григорий уже сам предложил Юлии вместе сходить в кафе. Я начал понимать, что человек не настолько, скажем так, не настолько стереотипен, не настолько он для меня понятен, как я его для себя определил изначально. Какое-то оно странное. То есть вроде как бы внешность определяет, но по большей части так или иначе мы этого не хотели. Но какая-то несостыковка. Мне захотелось просто покопаться и понять, что это здесь человек, насколько он соответствует его внутреннее содержание этой внешней и замечательной оболочки. Свои отношения Григорий и Юлия старательно скрывали. Но роман на съемочной площадке трудно утаить от коллег. Рано или поздно все тайное становится явным. Самым последним о романе Антипенко и Токшиной узнал режиссер Александр Назаров. Смотришь так, вроде они еще нет, может уже, там, условно говоря, уехали вместе. Да, куда-то. Ну как, поехали. Я вот помню даже разговор со своей женой, она тоже ведь играла в сериале, Светлана из женсовета. Я говорю, Наташ, а что много... Подробности не помню, но помню ее лицо. Когда вот все начали узнавать, что у нас роман, И было очень много, особенно девушек, которые подходили, говорили, что... Напрасно. Не знаешь ты, девочка моя, что делаешь? Артистские люди увлекающиеся. Вот что мы вместе, и это навсегда. А не забывай, что все съемки закончатся через полгода, через три месяца. Актрисы, не бойтесь, давайте заводите детей. Прошло шесть месяцев. Съемки в сериале давно закончились, а Григорий Антипенко и Юлия Токшина по-прежнему вместе. В июне 2007 года у Юлии и Григория родился сын Иван. Сейчас у малыша режутся зубы. Накануне съемок выспаться родителям не удалось. Вот, жизнь изменилась кардинальным образом. У нас нету жесткого распорядка дня, ночи. Мы встаем тогда, когда это требуется. И, собственно говоря, по первому требованию вот так и привыкли жить. Благо, мама Юлия помогает. Если бы не она, я не знаю, мы бы залезли уже давно на стенку. Сколько вы в совокупности сегодня ночью поспали? Я не считал, сколько. Ну, не знаю, ну, может быть, часа четыре удалось. Так, в общей сложности минут по 15, по 20, по 30, где час. Сейчас Григорий Антипенко снимается в новых фильмах. После сериала «Не родись красивый» на него посыпались предложения. Он не успевает читать сценарии. А у Юлии Токшиной роль секретарши Вики Клочковой первая и пока единственная. Юлия полностью посвятила себя семье. Она говорит, что сегодня ее вполне устраивает роль мамы и жены. Правда, жены гражданской. Токшина и Антипенко до сих пор не расписаны. Ребенок не повод для женитьбы. Так считает Григорий Антипенко. А Юлия не настаивает. Да я не то, чтобы не хочу жениться. Я просто не люблю эту церемонию. Просто как-то органически ее не переношу. Когда едет свадебный кортедж, мне как-то не по себе делается. Не потому, что я боюсь чего-то, каких-то обязательств, еще чего-то. Совершенно спокойно отношусь к этому. Просто не нравится. Ну, вот не нравится все это. Ну, как показывает практика, это ни к чему не приводит, как правило. Если бы это давало гарантию того, что жизнь совместно будет долгая, счастливая, то, конечно, мы бы, наверное, и поженились, и обвенчались, и все было бы как у людей.